сейчас мы для раскрутки немножко из семиотики там всегда что-то есть интересное согласны вы с этим? в семиотике всегда есть что-то интересное но уже с опережением хочу сказать с опережением хочу сказать что семиотика первый наш раздел который будет вообще фактически падать можно считать, что прошли в науке это такие гордые замечания в науке важно что? первое, правильное объяснение что происходит, правда? то есть объяснение, научное объяснение о физике и грибе семиотика это прекрасно вот вы сейчас уже, наверное, надеемся понимаете а еще более важно какая-то прогноз предсказать, что будет ну вот я, например, семиотики честно говорю хорошо, что меня никто не слышит писать но вот какой-то прогностики такой особенный я не вижу а вот вторая часть, которую мы уже несколько лет сделали она такая тупая для них вот наиболее тупая часть она содержит такую прогностику потому что лучше, чтобы она эту прогностику не содержала сейчас вы все увидите вот ну и семиотики просто я раскрою значит, мы ПСРТ, да? что шестнадцатая да? вот вот это самое ну вот из семиотики просто многое статья все время семиотику даже семиотики потому что я лично не учился вы все-таки я не говорили что у нас не говорили ну ну что это такое? и это новый знак новый знак когда появляется новый знак ну так соперечением скажем все что это такое? просто чтобы вас по грунту но мы все-таки постараемся так более-менее тупо говорить вот новый знак что это такое? видите, как он настроен лучше так, чем нет вот новый знак когда в каких случаях он погибает когда появляется новый динатат это не всегда не всегда не всегда это новый динатат то есть может новый динатат из своих знаков там добавить значение или поехать а иногда новый знак откуда берут? как правило больше нет людей языков но из своего языка нет это может быть редко бывает бывает чаще всего что-то откуда это попало или еще но во всяком случае новый знак откуда это не будет второе не новый динатат а не новый динатат назовем так с новостей как мы с вами дальше мы будем такие совершенно гуманитарные категории будут у нас попадаться все эти динататы не могут есть для них знания уже есть вот а мы а мы для них придем новые знания совершенно ничего здесь страшного я вот такой предыдущий раньше говорили исполните мне любимую там песню из популярного кинофильма а сейчас так скажу поставьте мне хит из блокбастера я знаю что так немножко не очень то есть все то же самое но вот с какими-то такими вот почему-то вот сменился стиль вот двадцатые годы после революции огромное конечно было новый знак очень появились новые динататы колхоз там еще какой-нибудь саннаркоз ну в общем всякие такие новые реакции у нас были новые знаки придумали новые в общем-то большинство из русских вот но тут разные бывают явления очень интересные бывают явления мы просто не можем далеко от этого уходить смена стиля очень интересная вещь вот например тридцатые годы в футболе у нас футбол пришел и в футболе в тридцатые годы вратарем назывался «Голк Субер» и хрючаток называют потом полузащитный допустим «Хабб» назывался и всякое так вот а потом вот как или наше правительство тоже размешиваются по-моему что-то что русский штук не наделся для компонистов сделали только вратарь слово из русского вот кстати я немножко не совсем правильно а вот из русского подобрали там немножко или вратарь может быть и было что-то такое давно немножко такое значение вы сейчас можете сказать вратаря кроме футбола чего вратарь значит может какой-нибудь кто стоит у вас но это давно уже реально это ищет вот вы видите иногда полузащитник защитник все придумали слова и это не только у нас иногда бывают такие явления что просто например очень мощный пример вы записались в эту группу курс на Facebook или сайт не захотите я бы тебе приглашение прислал там я укладывал эти дела вот эти вот разгадивные фрагменты вы тогда скажите в конце с вами еще раз позывные может быть я не дошло до вас вот в 30-е годы была очень интересная вещь когда Чехослованская республика образовалась самостоятельно у них тогда доминировала в науке Германия вот предыдущим поколениям не говорили я это сам меняющие люди которые говорят ну для нас немецкие это вот был язык в общем-то науки прежде всего технику и вся научная технология в общем-то говорящей страны вот кстати еще раз говорю что язык это еще не показатель что отдельная нация например австрийцы никогда не говорят что они немцы не австрийцы а язык у них государственная это к слову вот короче вся терминология научная была немецкая а потом они не правительство их приказало а просто сами и правительство из того как давайте все переведем на чисто всю научную терминологию перевели с то есть чешский был разговорный а научная пишет он чешский текст а научные слова более-менее он вставляет немецкий или по-чешски но немецкий то есть какая смена стиля и она вот так вот происходит а сейчас вы наверное сами видите сколько всяких файдекс серфи ну наверное это новое дело да хотя что понимаешь но это не так было то есть иногда бывает так мы очень часто идут иногда это не имеет знак вы сами себя понимали и никак это не называют правда и спокойно жили это просто явный пример огромное количество на самом деле динокатов которые не имеют знаков мы их никогда мы иногда ставим там так называемые ну проходили я не знаю акказианализм говорим об этом да акказианализм 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 то есть под какой-то отдачей я сам ваше случайное слово беру и называю меня в этой коммуникативной ситуации в понимании вот я вот сейчас от ребят в одном месте прохожу в Москве там кафе медали Менделеевский и там просто сразу за зеркалом лежат эти журналы вот разные газеты свежие ну и заходишь и надо там девочки официанты там где-то и надо подойти но я все-таки говорю дюзна пару газет и они как будто бы это слово и знали да-да конечно то есть слово дюзна оно наверно вы слышали? но в этой оказии в этой ситуации у них даже никаких не возникает в этом отношении даже вот то есть иногда это закрепляется и становится общей литературным вот вот такая небольшая сначала экскурсия то есть в семиоте но нам уже надо снова переходить снова переходить нам нужно вот знаковая деятельность это самая большая вещь знаковая деятельность но обладает огромной прагматической силой огромной прагматической силой сейчас мы начнем ну что мы начинаем и что мы в прошлый раз уже позапошли несколько раз мы поставили знаковая деятельность чтобы реализовать но чтобы реализовать, что я сейчас произношу. Или вы пишите нам бумаги. Правда? Эти знаки. То есть знаки должны... Тут вот в Глубайского голосования. Это знак будет 3 дня. Он вступает в этот замок. Чтобы другой человек его воспринял, он должен появиться физически и реализоваться. Правда? Вот. И вот оказывается, пришлось ввести такую... Такой формат, я сейчас на стороне комнаты изучаю. А кто? Знак какие? А кто? А кто? Чаще всего, потому что знаки. И если чаще всего это у лингвистов появилось, чаще всего это знаки языка. Это просто... То есть... Чем? Чем? Иначе? Иначе? Вот. Вот. Я представляю, что... Эти фактуры... Следующая. Устная фактура. Ну, это немножко формализм, но формализм очень речи сетей. У нас это совершенно не бывает. То есть мои речевые связки, а не полностью речевые. Звуковые параджа, которые готовы для вас. То есть устная. Устная фактура речи. Вот. Устная фактура. Знаешь, да? То есть моей красоты связки. И... На улице. На улице. И этой фактурой тоже... Ну, пользуюсь... Ну, последние две-три тысячи лет. Кроме ее стали пользоваться еще... Письменной фактуры. Да? Письменной фактуры. Да? Переходы там очень интересные. Письменная фактура... Просто столетия применялась. Вот. Запись. Еще один-то там. Записок, когда нельзя дать. До... До... Тищи там человека. А это не это было. Жили вот здесь вот. Идут. И там делают чего-то. Это... Вот. Оказывается, уроки. 95% вот сидений. И еще одна. И она жить не может идти. Придела 5-7 километров. Придела своей агрессии. Тишины. Ну, там вот. Радно. Ярадно. Куда-то. Все. И все. Ну, а 5% да, там достиглись по его... Ну, там кто-нибудь, по эксамитуре. Еще какие-то там. Новые кто-то. Концы, странники, торговля. Все. Но вот. И им не надо было какие-то писать послания, чтобы чего-то... Все, кто-то хотел там договориться, но не запросить. Эти вещи. Вот. Третья печатная. Печатная фактура. Третья печатная фактура. Вот. И это понятно. То есть это уже, может быть, какая-то машина. И четвертая, так и назовем это 4, потому что это не только радио, ну, в общем, компьютер. Что это такое? Чем мы делаем? Конпьютером. На чем? На машине писать. Ну, не только компьютером. Телевидение, радио. Пошла. Все. И, оказывается, очень интересная вещь. Это называемый треховый граждан. Треховый гражданский сказал. На самом деле, если сказать, еще налеваем под Богом. Ну, уж это для Бога. И это гражданский сказал. Это логическая вещь. Когда еще не было слов пока. А. О. А. Вот такое. Это надо оставить. Вот. И, кстати, говорим. Сначала, что это логическая вещь. А. О. 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 Остались? Остались. И это первая подсказка. При переходе. Значит, сначала какая? Пустая. Да? Этологическая. Осталась. Вот. А начала развиваться пустая вещь. Да? Дальше. Дальше. Можем понимать, в чем это правильно. Дальше. Истинная вещь. Истинная вещь. Истинная повтура. Это логическая осталась. Устная осталась. Модифицированная. Потому что некоторое уже произошло в собственной истинной вещь. Вот. И так далее. Печатная. Все то же самое. До устного письменного. И счастлива стала бурного слова. Сейчас у нас теперь 4. И все мы говорим вокруг. Первое. А самое другое. А самое другое. А самое другое. Первое. Что все останется. Все останется. А останется. Этологическая истинная вещь. И будет модифицироваться это не то же самое. А здесь один. Индексы. И ноль. Индексы. И экологическая. И устная станет. Вот так. Мы здесь везде к индексам. Вы понимаете. Вот. Писменное станет другое. Но не все останется. Может быть скоро у вас будет. Я говорю. Я автоматически. Уже есть такие штуки. Письмо. Видите, письменное. Переводим. Какими-то. Уже к этому делаем. Вот. Но все равно вы будете писать. Иногда что-то. Будете писать. И сейчас. Следующий. Останет. Останет. А я это сейчас. Пусть он мне вам говорит. Все, что я хочу. Развиваются со страшностью. Вот это треугольник Рождества. И это партнерский. В чем она стоит. Давайте просто. Ну и так понятно. Но сейчас. Модификация понятна. Не все, что пречатали раньше. Сейчас. Не будет. И столовик. Эти издатели. Что вот там. Электронные книги. Мы разоряемся. Ну. Другой пример. Сейчас. Будет местно это развиваться. Но это еще семечки. Вот. Это наличие. Отменяйте. Это наличие. Вот. Ой. Я оставил что-то новое. Развиваться. Да. Ну. Какие вот новые. Вау. Слава Богу. Слава Богу. Вы их знаете. Нет. Не это самое. Какие вот. Этатологические. Воспусы. Вау. Из английского. Вау. Потом. Упс. Упс. Из английского все. Расширь не было. Я два назад их не было. Вау. Упс. Или еще чего-то. Может кто-то подскажет. Вот. Вот. Мой аспирант. Вот. То есть. Как минимум. Меняется это. Да. Ну. Еще что. Я хотел сказать. Вот. Видите. Потом еще. В прошлый раз. Зайкнулись. О том. Мы. Зайкнулись. Зайкнулись. О том. Что. Не. Не. Не все просто. Происходит. Переходи. От. 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 Другой. Вот. Когда появилась письменная вещь. Это. Настолько. Плавно. И медленно. Переходило. То есть. Вот. Яркий пример. Гонера. Все. Все. Не абсолютно все. Но. Более-менее образованная часть. Но. Очень многие. В России. Там. Грики. Там. Грики. Там же все. И они. Учились. Эгиптян. Как называемые. Грики. Грики. Они. Как правило. Яркий пример. Но. Яркий пример. Существовала. Письменная вещь. Многие торговые. Для таких коммерческих целей. Вот. А. Яркий пример. Не знал. Яркий пример. Не приходила в область. Зачем. Потом. Только запись. То есть. Это проходило. Медленно. И без болезни. Но. Переходят. Печатные вещи. Я в прошлый раз. Вам был. Переход. Печатные вещи. Это. Насколько. Интересно. Это. Произошло. Происходило. Это. В Германии. И. 1450. Какой-то. Возник. Было. Напечатано. Напечатано. Первый. Сначала. Малая. Потом. Дальше. Их. Больше. Больше. Короче. 1518. В окон. На 1520. Это. Самый. Началась. Угрожадская война. Которая. Погибла. Как я говорил. Две трети. Угрожадская война. Угрожадская война. Погибли. Это. Вот. Тоже. Угрожадская война. Угрожадская война. До сих пор осталась. Угрожадская война. Что. Если тебя. Империстры. В 18. Значит. По месяц. В 19. Или. В 20. Что. такое. Вот. Что это означает. Ну. Многие правительства. Европейские. Прекрасные. Они не знали. Ну. Они не знали. Но. Они не знали. Что это из-за Библии не хочу. Библии. Если появились. Раньше говорили. Ну. И священники. Ну. Как бы. Там. Князья. Обороны. Ну. Как бы. Высший класс. Вот. Такое. Появились. Появились. Вдруг. Когда. Библии. А это. Высшее. Было. Истинно. И. Там написано. Начали. Читать. И. У них началось. Вот. Вражение. Началась. Гражданская война. И. Вот. Это. Не понимали. В чем дело. Но. Я вам говорю. В Испании. Будет запрещено. Воз. Если. Кто-то. Везет. То. Смертная казнь. И. Вот. Осталось. Затем. Вот. Сейчас. Испания. Не хватает за этим. Но. Я. Внух. Испания. Нашел. Даже. В одной религиозной книжке. Вот. Просто. Бесплатно. Дмитрий. Приходит. В магазин. Всял. И. И. Испания. Какая. Все-таки. В Басилии. То есть. Подменом. Дельных. Бочек. Туда. Закладные. Библии. Испания. И. И. Вот. И. Библии. Еще. Чего-то. Если бы совсем было понятно. Вот. Сейчас. Что мы имеем. Сейчас мы имеем. Все. Так сказать. Принести. Переход на. Четвертый. Фондарий Ильич. Правильно. У тебя. Прогностика. Понятно? Понятно. Спасает наш фонд. Где. Впервые. Это значит. Какая страна. Первая. Пришла. Третья. Германия. Какая страна. Первая. Впереди. Переход. Четвертый. Фондарий Ильич. Ха. Ха. Вот. А. Наверное. Ша. Вот. То есть. Если. Все это правда. Может быть. Что-то там. Научились люди. За 500 лет. Вот. Может быть. Как-то. Мягче. Но. Наверное. Подставятся. И. Заметь. Вот. Китай. Вот. Что-то. Вот. Пытаются. Они не понимают. Что-то такое. Потом идет. Вот. Вот. В этих. Вот. Вы же знаете. Что там творится. Какие там высказывания. Всякое такое. Вот. И это. Мы подходим сейчас. Вот к чему. То есть. Четвертой фактуре. Здесь ли вообще законы. Здесь ли вообще законы. Какие законы. Самое важное сейчас. начали. Здесь. Закры. 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 Вот. И. Вот. Что с ними. Выполняется. Не выполняется. Как найти эти законы. Вот. И вот самое. Самое. Вот. Смешное. Сейчас начнется. Вот. Вот. Так. Ну вот. Давайте. Вот как это. Рождество. Это. Шестьдесятый год. Разговор. Потом. А чуть-чуть. Рождество. Семиотика. Как я говорю. Детом. В начале 2019. В начале 20. Часть. Семиотика. В начале 20. В полис. Пирс. Американский. Ну, как бы сказать, прикладной философой, но по профессии они считаются философой, и синьотика считалась как часть прикладной философии. Ну, он же куда ее начали любить, так считает. Она, если ее трансферы со мной не было, окончательно. Хотя вообще считается в курсах синьотики, что она зародилась через ДНР в Греции, говорит, что у тебя все это может быть на качестве данной сети. Но более-менее четко сформировано, и традиционно, как в Америке, это один из, ну, не культовых предметов, а в каждом университете курс синьотики, но это как матемализ. Но матемализ это математическая, синьотика такая же вообще образовательная, почти все слушают. Вот. Единственное, что вот я кому-то давал, если вы возьмете ее, то послушать меня, допустим, очень много будет разбирать, потому что мы над нами второстепенные, не говоря уже о том, как я уже говорил, там пишут чаще всего в гуманитарии, там три страницы на то, что вот в шлюзе поднимается вода, она со стволом датчике, там, значит, лапочка на этом, на пути управления, она является сигналом того, что вода достигла до сих пор. Это гуманитарий пишет на трех страницах. Для него это сложно. Вот. Нам, значит, не надо откликаться о сахарном политике. Вот. Ну и давайте, вот интересно теперь здесь вот, как он вывод о нашей жизни? Вот самое интересное. Вот готовим, как вам, да? Вот готовим, как вы видите, да, вот здесь так. А вот как он нам рассказывал, как я делаю? Ну я потом... Начинать надо, наверное, вот здесь. Начинать надо с атома подарков. Правда? Здесь они уже действуют эти законы. Когда вот представим, только у своих действуют там эти законы, знаковые деятельности. То есть мы ведем, вот, он о нем не говорит, а один... Низбирательственный ангелет на ангелетную программу. То есть есть какой-то ангелет, и потом он, так сказать, наследование, он выбирает новые свойства. Почему вы это, да? Так примерно представляете? Правильно примерно, да? Вот поэтому мы почему пойдем? То есть где бы это было в виде такого минимального набора? Чему? А потом это стало нарастать и обрастать, но наследование, 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 наследование. Ну тогда в эти самые начальные объекты, то, что называется объект, минимальные, да, структуры в объекте, он говорит, я просто начал, что? Я, говорит, просто начал эти самые. Собирать все, взял словарь по словам языке, поговорок, и начал собирать... Сначала все их выписал, и начал смотреть, ну вот на какие-то группы они делятся, и так, и так. Все это на карту. Вот он мне рассказывал. Вот. Ну и оказалось. Ну вот он говорит, а как раз, что делятся не на 5 групп? Ну, можно, конечно, может быть, на 2-е. То есть, первое. Словарь или знак. Делать или знака. Нет, я вообще не знаю. Первое. Если уж сказали, что что-то сделаешь... У каждого народа, да, такие пословицы. Если уж сказали, что делаешь, то делаешь. Нельзя называть чего-то стенку каким-нибудь, там, я не знаю, плоскопубцем или что-то. То есть выражайся точно. И если не так, то мы его смеивают или вообще считаем. У всех народов такие проверенности. Вот. Но это только одно, это так. Вот. Свойства своего. Свойства. Вот самое интересное. Не имеете правду. Они ничего нового не дают. Но мы посмотрим, как они действуют так. Вот. Свойства. Свои знаки. Новые геноскопы. Что? Они были зафиксированы, как бы, частные собережения культуры. В основном. В культуре поведения. И пословица. Что там? Слово не вороней. Вылетели и поймали. Правильно. Вот. Что там вроде такого? Например. Немецкая. Не нравится вообще. Пословица. Острые мечи ранят больно. А острые языки ранят еще с ними. У каждого народа есть аналогичные. Правильно? То есть, мечи ранят больно. Но еще больнее ранят, наверное, острые и свои языки. Вот. Свойство. То есть, будь осторожен со словом. И это каждый из нас знает. Будь осторожен, потому что ты можешь невольно идти в силу. Я вот летом был правильным. И это сова. Там даже с прошлого года. Там, где вино продают. Ну, сухой. Вот. И там уже плохо, так женщины. А раньше там еще парень. Ну, я говорю. А вот парень такой хороший. Планился. Наверное, я говорю. Он чей-то муж. А одна из женщин. Ну, чей-то. А мой муж. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Ну, как мне еще иначе сказать. Но она какая-то воспитана. Ей совсем недавно дал. В районе Ильича. Там у меня знакомые. Свои. Участники. Там уже варят горение. И там покупали. И она уже старенькая. Старше меня. Он уже мертвен. Ну, и как-то выходит. И уже несколько раз ходит. У меня все время скрипит. И потом после часа я болею. И у меня как-то вырос. Я ей сказал. Ну, болей. Ну, типа. Ха-ха-ха. Ну, так-так-так. Спокойно. А она как-то пошла. А в следующий раз говорит. Ты хоть не понимаешь, что ты не сказал? И мне сказал. Бонейте-то. Бонейте-то. Не выздоравливайте. Но это слово и не интеллекту. Она нарочно немножко это не научила. Чтобы в каждой ситуации нужно точно понимать, что, какое значение имеет в виду. В данном случае она прекрасно поняла, что я говорю, болейте, в смысле, ну, идите там, ложитесь, болейте, выстарапливайте. Но можно это перейти совершенно противоположное. Поэтому часто шутки, они основываются на учетах. Передозные лучше. Но на любую шутку можно обидеться, что ты сказал, перейти на три года, значит. Вот. То есть здесь очень много такого. Вот, например, в интернете недавно. Я вам, кажется, в прошлый раз говорил. Видимо, а значит, почему-то мне кажется, что это муж или женщина, или мужчина. Короче, я обращаюсь к человеку за вопрос. Ты что делаешь? Да ничего. Работаю. То есть, формально человек говорит, соответственно, ничего, но всякую работу. Но подразумевывается, если что, что стандартные, рутинные действия. А тут у него скажут, что кто-то там, вот, видимо, предполагает, что надо что-то делать. Совершенно понятная ситуация. Ничего работает. Хотя, казалось бы, я так противорит. Но, в общем, сильно здесь не можем. Зачем ли нас? Давайте дальше. Организация речевых отношений. Вот это вот, как я говорю. Речевых отношений и признаков. Вот это нам особенно пригодится. Третий. Ну и четвертая. Правильное. Для говорящих или создающего знака. То есть создающего знака. Вот. Организация речевых отношений. Ну, про алганизацию. Мы уже немножко об этом говорили. То есть, ни в коем случае, если не должен ответ. Это самое ответное. То есть, люди это решают, но они знают, что они это решают. Ни в коем случае, кому обращены твои слова, ни в коем случае, чтобы не обидеть этого человека. Не нанеси ему какие-то там больные, не больные. Хотя, вот я говорю, иногда в разговорной текущей, иногда женщине класса, это не больно бывает. Что другой человек там, нарочно или ненарочно это воспринимает. Ну, коммуникацию есть, скажи, как обидеть. Ну, общей женщине, конечно, может. Ну, а кто против, то скажи. Вот. Ну, она так отыграла, что это не значит. Как-то я немножко сказал обидеть. Ну, там все нормально, дальше ничего. Ну, он со мной будет в аудитацию, а ты его добавил в что-то. Правильно, ребята, и правильное отношение. То есть, у нас не будет больше. То есть, не будет больше. Ну, тоже вы можете сами заняться в школу. Ну, самое такое тупое. У них, как бы, такой кондомерант, действительно, объект на обидеть. Какой-то набор. Правильно? Объект. Какой-то. Ну, наиболее. Какое вы знаете, если произнести вам, то, наверное, покажется это вот на обиде. Никого-то не убедил, кто сам был ученый, кто сам был ученый, кто сам был соседний. Нет, 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 нет. Более часто кто-то приехал уже выпивать. Вот. Вот. Например, правило такое, что если тебе обращена речь коммуникации, ты должен бросить все свои дела и перейти в нас в режиме восприятия коммуникации. Слушай. Примерно вы это правило знаете, да? Но оно, тем не менее, нарушается. И тем не менее, вы знаете, что это правило здесь, да? Ну, что такое? Да, кто-то правило вращается. Формально и в культуре это зависит. Что вот нужно перейти в режим слушания. Вот. Вот. Ну, вот. Наверное. Если вы хотите понять, что происходило, что происходило в Германии. Что-то там прогностировали. Что будет происходить вот сейчас вот здесь раз. И так будет, что фактуре уничтожено. Ну, что? Ну, вот. Ну, просто вот так вот носки. Правило говорящие. Вот, например, в четвертой фактуре. Устно. Я вам просто привожу пример. Вот Бардал. Это РТ что-то, да? Так все. Это мы еще будем учить. Все они под никами и там не поймешь какими. Вот. Ну, я под своим там. Рыка на латинском, да? Вот. И многие не вобидуют. Я, конечно, не вобидую меня. Но, тем не менее, какие употребляют слова и выражения? Да? Потому что он скрят за каким-то ником. Которые мне глухие вещи не скажут. Правда? Знаете вы? И не только мне, и между собой. А потому что он не отвечает за это. То есть здесь это правило. Он знает, что его нарушают. Но он знает, что он это может проскочить из него безболезненно. Никто не знает. Ага. Никто не знает. Кто он такой там? Какой он там? Ну, как ты. Ну, как ты. Алло. Да. Да, 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 да. Ну, то есть, наверное, вы наверно не будете, да? Ну, давайте попозже. Сейчас вы мне как раз заметили. Я просто спросил. Поскольку случился. Я перезвоню сам через полчаса. Ладно? Вот. То есть вы видите вот так вот просто на скидку от тех инфарктов, вы видите, что правила они остаются, с одной стороны. Но, с другой стороны, человек, зная, что может их нарушать, он, значит, их нет. Так это ладно там в борте. А что творится в разных людях блогах и социальных сетях? Вы сами знаете. То есть эти правила нарушаются со страшной силой. Правда? Бог. А что это означает? Это означает очень плохо. Это означает очень плохо. И еще вот как Германия. Еще правительство не совсем сообразили, где чего и нам как делать. Вот. Германия пока сообразили, где это насилие. Может, сейчас помним правительство. Когда вот там шутка была, что, как помни, вот сейчас, ходит в тихом обуви. И искали памятник Ленину, чтобы его разломать. То есть приказы, видимо, поэтом обуви шли из Америки. Харько не сформали памятник Ленину, но это политико не надо. В Ангонье тоже этот пошел приказ. Вот. Но памятника этого не было. Это шутка такая. Но она отражает что-то. Что в чём-то, видимо, какие-то общие. Может, мне Америка это не причем. Не надо искать дьяволов каких-то. То есть что-то, какая-то общая, общий объект какой-то есть. Который вот и там, и там есть. Но. Вот этой науке, даже закона нет, и не знаю. Это изучается, считается это, ну, такая, ну, какая-то приставка. Филологическая. Ну, на информатике сразу же дезапитые, дезагрессии ставят. И какие свойства операционных систем. Вот это как спецбург. Ну, начинаем надо с этого, правильно? С самого народа, с того что? Или тогда, если сразу же накинешься, где мы вот здесь написали, да? Свойства. Как это, как это оно? За словом стоит ли какое-то тело, какой-то человек ссылается на что-то. К республике. Оказалось, сейчас даже слово появилось. Фейк. То есть, заведомо за этим словом ещё не стоит. Знаете? Да? Вот. Даже не свойства мы поставили для этого обозначить. То есть, на что-то ссылается, кто будет смотреть на ссылку? Один человек не слаб. Посмотрел на ничего. Но 99, считая, что там что-то за этим есть, они там не имеют. Вот. А если бери, то начинается там уже что-то. Ещё что-то, ещё что-то ещё. И такое начинается, что вы, наверное, срокистики уже выяснили. Вот. Ну вот, пока что давайте с этим, с этим немножко остановимся. Но, вы видите, первое, что он ещё здесь повторит, да? Что? А-а-а. Вот переходим на 4 фактуру. Ничего тут нового не сказал. Эти вот правила, они вот, у моего, вот, взятые русские, потом была у него осетинка, аспирантка, просто так, для оживления обстановки. И он говорит, ну, диссертацию, он говорит, ну, проверь по своей. Она, конечно, по-русски прекрасна. Проверь по своим осетинским пособницам. Ну, те же самые пять групп. Ну, я думаю, что так. Ну, она всё это прописала, диссертацию проделила. Вот. Всё так же оказалось. Знаете, конечно, понятно было и так. Ну, интересно, что её вот, это опять же воспринимали, но, вот, то, что она бросила мужа, поехала в Москву и пишет какую-то диссертацию, ну, это хуже, чем любая, там, женщина, недостойная победить. Ещё хуже. В одном мире, когда она что-то там в Москве, без мужа, что-то там пишет, ну, так, и чисто жили. Вот. Вот. Ну, то есть это мы и так технологии, конечно, видим и знаем. Но вот, когда выводили всё это на касту, но у ассетинского народа тоже найти жили. Ну, чего тут удивить. Вот. Ну, а нас сейчас будет интересовать, нас сейчас будет интересовать реализация причинных отношений. Давайте, 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 давайте будем разбирать их, что будет. по сути высоты. Так, три актера возьмём, снова высоты. Газово. Субтитры делал DimaTorzok И за счет третий пункт мы рассматриваем организацию знаковых деятельностей, организацию и увеличение отношений для убийства, для верности, для частных случаев, но на нем лучше всего быть. Субтитры делал DimaTorzok 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 Делал DimaTorzok Делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Подписывает план Отвечать ей от а не тех Если что то конечно он там начинает гонять Но прежде всего Отвечать ей от сказал бы ступая вещь Но очень интересные вещи Ну давайте закинемся в 4 фанные тексты Решается сейчас вопрос Очень напряженно Решается, правда Потому что с одной стороны Это уже надо быть выкладывая, но это такие тексты, ну законодательные, которые не просто общественные, а как партия на плену, а конкретные какие-то тексты. Но кто за них тогда отвечает? Правда? Вот этот вопрос, вот вам все, при переходе, он точно как, и он уже решается, вы это знаете, да? Решённого конца? Не решённого конца. Вот вам первое, да, вот вам прогрузчик, тупая, тупая, но вы уже можете сказать, что вот мы с нами, вот самая простая вещь, апостол, вот мы вручим, вот из этого, а самая простая вещь, вот, что, бурная вещь, апостол. Ну, даже если ты там сказал, что ты гомер, про деградов, молодежь, где-то, я не знаю, гомер, ничего страшного не будет. Вот, вот, уже в совершенно обществе, когда мы здесь так, тут уже, или там в этих социальных сетях, там что-то лайкаешь, или уже сейчас пока что не заикаешь, там проходит, они даже, а ты этого пошел к этому, кто самый печальный, но ты больше этого автора затеянный, правда? И выдать этот текст за сутки. Ну, это красиво, не красиво, но это возможно, возможно, правда? Вот так вот некоторые правила у него на скидку, вернее, некоторое действие на скидку, то есть иногда апостол может совершить. Но, в принципе, этого не должно быть. Оно должно как-то ослышаться. Ну, вот так вот пока что решается это все из-за, что вейсбуке там болтают, другие в контакте волнают. Апостол Борисиандр I еще сказал. И идти в человек другой, этот может скопировать, контрол-ц, контрол-ц, контрол-ц. Правильно? То есть, контрол-а, контрол-ц, контрол-к. Вот. И этот текст свой, его вывод, чтобы работать в этот текст. Сначала ничего страшного, но может быть это, как первое, такое, беззаконное, выдавание за свой опыт? Может быть, и жить тогда, как правило. Теперь, храбинь или текст. Самые тупые правила. Самые тупые правила. Где храбинь? Ну, вот, на примере печатных текстов, печатных текстов, или даже рукописных, вот, которые на бумаге, хранят библиотеки. Это одно. Но не только это. Хранят еще один. Там библиотеки в текстах хранят. Я не знаю, расскажу вам. Вот. То есть, сразу нужно еще привести. Просто передача. Ну, то есть, передача в текстах. Я не знаю, по каналу. Давайте еще копируем. Копируем. Ну, это пример. На примере архива нашего для письменных текстов. Что происходит? И мы попробуем посмотреть, может ли такое реализовано, такое, чем четвертый факт. Вот у нас из тех архив... Я не знаю... Ваши личные дела, тех ребят, которые... Учили знали стихи, хранятся в архивальной библиотеке. Это вы знаете. Это самые простые рукописные. Вот меня попросил один друг парень. Мы с ним вместе ищем по Украине. Он вернулся обратно. И он говорит, слушай, мне повнесен пенсию. Присылай. Ель мне разыскал уже, лет 10-7 назад. Письмо. Если ты мне справку возьмешь, и архива же тебя... Не за то, просто извести, а за то, что я засвечился, и мне чуть-чуть выше станет пенсии. Я даже интересен, как наш. Вот. Ну и я пошел в архив. Вот. Нашли в область, сошли тело. Вот. И вот оказывается, там пронумеровались и странички. Самый простой такой вырез. Скажем, сейчас нам будем и дверями прожить тело. Ну и они говорят, приходи в следующий раз. Я спрашиваю, что он учился с такого, потом был. Ну и я смотрю, там пошивки какие-то эти. Так что вот такая, что... Прошивка, тогда я работал и геомик. Химические. Сейчас вот здесь разломаны. А там можно было поджигать за приборами. Не было еще каких-то автоматов. И подрабатывали студенты. Там ночью посидеть, что эти приборы просто какой-то читать, записать. И многие... И там было прощение о том, что разрешите мне... Разрешите мне антикабр. На старших курсах можно ли подрабатывать. И так было разрешено. Я говорю, можно вот это все. А надо? Нет. Там оно под номером 8. Заявление его приказа защищения. Все-все-все. В том числе вот это. Не в коем случае учиться. Оно бы не видно. Оно бы там преждения. Его грамоты, которые он шел на старший курсах. А по 10-й, 3-й, есть еще 2-3 грамоты и 4-й. А это просто. А на эти, пожалуйста. Грамоты, они без номера. Ну просто поскольку он искал, когда сдавал. То они тогда остались здесь. Ну я тогда получил страху, этим грамотам создавал. Послал, когда он был рад, что эти грамоты лучше. А страху нельзя. Но интересно просто, что вот когда прослали на сети денег на оселок. Вот. Кто-то мне один человек, если вот на уровне это. Проектор, да? Показывает. Копию его вот такого же вот срепления, но другого. И подрабатывает там люди. Смотреть там бесшифры, прикольно. А замените мне вот такой иностранный язык. На какой-то мощный микроэнтрон. Он уже тогда интересовался. Я говорю, вот интересно. В сервисе этого делать нельзя. И не только авторизованного человека. И я это хотел проверить. Ну можно ли я все-все напал? Вот это я тебе показываю. То есть оказывается самые простые вещи. Вот в архиве дела. Копировать нельзя. В интервете можно. Вот это вот просто так пришли, что нельзя копировать. Наверное, человечество, как мы можем спросить. И на крайность превышения. И на дорогу. То есть, правда, вот там. Герой Трусович. Но это касается личной жизни. Вот. Или по другим причинам. Или еще чего-то. Вот мы сейчас это... И пятое светит. На самом деле. АТОе светит. АТОе светит. Это вся затрение парни и текста. И включить у нас свою коммуникацию. Вот. До сих пор, пока он пошел на интернет, было так, что обязательно цитировать, и до сих пор научные статьи. В Америке на самом деле страшно, сего это сидят. Если ты употребил достаточно много совпадающего какой-то абзац, на самом деле, с другой научной статьи, и не поставил когда-то с помощью концерта, что, на самом деле, цитатуру Альтро и Слава Магетта, то он держит четыре ушей перестанет, причем тема с этим будут впоследствии очень плохими. Ну и у нас будет диссертация, оказывается, что он где-то был, мягко скажем, социтированный закон, без цитирования. Вот, то есть цитирование, на самом деле, для этого тоже существует правило, для этого тоже все очень непросто, и мы вот эти правила, правила Аль-Бибиара, может быть, в следующий раз какие-то более эффектнейшие меры я приведу, но сначала я, собственно, декларирую эти правила. Интересно, вот, кстати, вот этого парня, который я поставил, потом мне парня пригласил, члену, вот, он откуда-то приехал на вести и вернулся. И самостоятельно познакомился довольно большой, и, вот, из них, вот, все. Ну, всякое. И недавно, так, что-то там я... И он идет в голову. Сами знаете, поскольку он там живет, какие-то, эти, все живет. И что-то я там... То, что я знаю, это самое нейтральное сказало. И он на меня там упомянулся. Какое? Ну, что ты его упомянулся? Ты что? Моих затихотек. Вот, вот, сопоставление его, что личное на мне. И что бы он хотел бы рассказать, как он представитель другой страны. Можно узнать. Я слишком подробно здесь не могу этого говорить. Ну, то есть, четвертое. То есть, в интернете, собственно, сейчас творится такое вот, что этот парень, ну, цель большого друга не зашел. Сказал обещание. Но его можно даже горячать. То, что там творится, конечно. Но, во всяком случае, то, что там творится, отчасти причина, отчасти, отчасти, по нему обонюционного не надо. Вот, то, что вот это вот влияние, вот эти вот, нарушение влияния вот этих вот, соцсети, массовые романтики, еще что-то, еще. Но, если бы не было интернета, наверное, кто-то понимает, что там политические причины. Вот это. Мы не имеем права пока что об этом говорить. Вот. Значит, правила вот такие. Мы можем только предполагать. Потому что для научного исследования можно, конечно, очень много фактов. Но иногда просто напрашиваются такие. Скоро поведение может быть. Вот. Ну вот. Теперь дальше. Уникальные, как вам сказать, такие умные слова. Уникальные, сочетавшие, вещественные, и сочетавшие, и сочетавшие, , , АПЛОДИСМЕНТЫ То есть, давайте возьмем то, что сейчас прошу. По автюслу. Идет мою автюслу. Текст идет, вы знаете, это мой. Хотя иногда я цитирую свои местные вещи. Это вот это, это это сделает. Это не я, это вот там, вот так вот так. Передача. Передача. Я говорю, вы слушаетесь, правильно? Не критератично слушаетесь. Правда? Просто пример. Реклама. Я тогда даже проверял, что через 20 минут произойдет звонок, хочется, то вы меня слушаете. Да. Или передвижность здесь вот на 5 минут в корридор. Вы меня тоже. Вот магия какая-то, да? Вы меня не будете слушать в корридоре. Вот, в рекламе. Вы меня здесь слушаете, потому что здесь уже культура вот ваша. Вошло в вашу культуру. В нашу, вы знаете, еще за школой, там же и Бауся. Вот сидит на переменке, может быть. А здесь сидит. Так что вот сейчас в Фейсбуке очень многое. Что вы писали? Никейков и замечательный. Вот там все время, во время урока там он кричал, смеялся, залазил в парку. И что там делал? Учительница наркомидерживала. Вот. И писала. То есть передача. Вот. Копируйте вы отчасти что-то. Копируйте, может быть, там еще кто-то. Потому что вы знаете все, что вы найдете в интернете, в сайте. Или там другие ключи. Цитирование. Но вы можете цитировать это. Я могу проверить, что вы цитируете. Но тем не менее цитирование происходит. Вот уникальное для каждого такого сочетания есть реклама. Но здесь это не очень интересно. Это вы все привыкли. А сейчас я вам такой пример, который вам пригодится. Вот. Рекламент наушного семинара. Я впервые когда попал в группу. Я это увидел. Вот. Рекламент наушного семинара. Какой? Держите еще. Я бы вас отрустил, если не только в том, что в следующий раз про это поговорили. Ну давайте. Не могут уже они в последние 5 лет. Без властей. Нам осталось 15 продержаться. Давайте. А сегодня больше у вас трогать. Их со мной. Их со мной. Вот. Они уже там все раздрежатся. Все. Больше никогда. Ну никого я не увидел. Сколько странно. Целый год. Курс. Майдекски там были рядом. Все. Ладно. И вот. Значит. Что я хотел. Вот научный семинар. Я это увидел. Действие. Вот кто-то должен выступить. Собрались мы. Кто-то должен выступить. Тот, кто выступает, как правило, не является в следующий семинар. Да? Вот. Сначала ведущий организатор или кто-то. По-разному можно назвать. Вот давайте я вам сейчас расскажу. Вы примеры его знаете. Но на всякий случай запомните. Вам пригодится. Значит. Ведущий говорит. Сегодня у нас будет о мониторе говорить. Пусть формально, но и формально не сам. Сегодня перед нами. Они так знают. Сегодня перед нами будет выступать на такую-то тему. Какой-то человек. Вот. Предлагаю дать ему на этой теме 30 минут. Потом. Вопросы. Вот. Согласны. Ну. Все говорят. Согласны. Потом. Потом. После этого идут вопросы. Неосуждение вопросов. Кто-чего не понял из текста. А после этого выступления идут. Он вот выяснил что ему нужно. И потом он выступает. Вот я его выслушал. Послушал. Вот все мне не ясно. Я спросил. Выяснил. Вот. Следующим пунктом в научном семинаре. Выступление. Все что он сказал. Действительно. Вот я обосновываю. Это так или так. И все что он сказал. Сейчас человек. Это правильно. И я вот сейчас делаю даже дальнейшие выводы из этого. И последним является пунктом в этом рекламенте. Заключительное слово этого самого. Наступающего. Он говорит. Всех я раз вот послушал. Допустим. Все мы тут дураки. Ничего у меня не переведите. Как я. Так конечно не говорят. Вот. А говорят. Потому что это нарушает правила. Как вы. Правила для говорящих. И. Ни коем случае. Нельзя держать это. Тебя слушают. То есть. А. Он скорее всего говорит. Да. Очень бы. Сказали. Ценные для меня замечания. Он. И я это обязательно жду. Он говорит. Что вы пришли. Ну и в конце слова. Организатор этого семинара. Закрыл. И этот рекламент. Вот вы наверное затруднили. Не затруднили. Не затруднили. Но. Этот рекламент. Очень. Часто. Очень часто. Нарушается. Сколько раз я выступал. Услушал выступления. Очень часто. Нарушается. То есть. Сначала. Начинает. Насуждение. Наслышит. Или еще. Прерывает. Он считает. Что. Может это делать. Или специально. Там. Очень много. Вот. Увидите. Потом. Мы еще. Наверное покажем. Семинары. Другие. Семинары. Называется. Тоже. Семинар. Но. Семинар. Тот. Вот есть. Семинар. Чего. Задача. Вот. Большие люди собираются. Пришел. Как раз. Ну вот. Думаю. Придет. На. Вот. Ну. Мы решили. Оттяжемся. Давай. Я тебя запишу. Как тебя зовут? Андрей. 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 Да. Вот. Вот. Вроде бы меня вспоминается. Я. Ну. Как бы. Любой из вас. Но вы. Наверное. Представляете. Что я хочу. А вот это. Вот. Я. Впервые. Ухожу. На. Семинар. Потом. Начал. Маспиратуру учиться. И. Всякое такое. Первое. Первое. Именно. Поэтому. Реклама. И. А. Реклама защиты. Например. Вашего. Примерно. То же самое. Вот. Примерно. Но. Я. Замечаю. Иногда. Самые. Ребята. Они. Что. Не понимают. Что. Он. Думает. Что. Вопрос. Самый. Интересный. Это не научные. Семинар. А. Защитник. Этим вопросом. Он. Затутается. Не сможет. А. Формально. Это нельзя. Вот. Но. Если очень хочется. То можно. Вот. Как это шутка есть. Вот. Спрашивали там. Можно даже не договориться. Вопросы. И. Это. Другое. И. Это. Это. Конечно. Это. Очень часто. Это. Очень часто. Но. Понятие. И. Формально. И. Я. Мышал. Что. Начинает. Аспирант. Ну. Я. Вообще. Это. Комиссия. Не. Право. Забыть. Я. Пасажил. Выполезать. А. То. Начал. Что. Там. Есть. Возвольт комиссии. Ради Бога. Вот. А. Как вообще. Вот. Делаю. Пам. День. Возвольт. 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 Если. Это. Самый. Руководитель семинара. Ведущий. Тебя обрывает. Возвольт нарушать семинары. Это. Наука. Любой. Возвольт. 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 Сатурн. Ищи. Сдержав. В первом. Возвольт. Воронин. Знаете. Возвольт. Ну. Такой. Крутой. Возвольт. 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 Для мироншорных. Возвольт. Но я и так. Возвольт. 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 Вообще. Не верно. Заволчение. Не хочу. Здесь могу. Кричать. Он немножко. не нарушал вообще эти правила. Но. Формально. Любой. Студент. Если это научный семинар. Может такой вопрос. По. Теме. Доклада. Задачку. У тебя хотели. Харверс. На этом не держится. Науку. Если это не задавать. Тогда это получается совсем другое. Тогда получать. Допустим. Лекции. Когда ты не имеешь. Лекции. Ты не имеешь права. Иногда. Услышал что-то такое. Но формально. На этой лекции. И вот сейчас. Мы очень удивительно. Надо нарушить себя. Но сначала нас слушаем. Вот далее. Все согласны. Слушаем мою третьему. После этого вопроса. Только вопросы не судим. После этого вопроса закончились. Закончились. Тогда начинаем. Суждения какие. Топоши. Закончились. Вот так. Я не повторяю. Вот так вот я делаю. Но. Иногда. Переносим. Этот. Свободную форму. Защит. А один раз. У меня было так. Я сидел там. Разбилец. Под комиссией. После этого. И смотрю. Ведущий. Ну и так уже. Да. Даже не пока. Все вопросы. Человек. Только я начинаю. Задавать. Перебивает меня. Очень многие. Со мной. На одном восемь. Учились. И вот. Те. На одном восемь. Учились. Те. Вот. Самые. Такая. Ревность. И что. Для других. Я просто. А вот. А вот. Сейчас. А вот. Я сейчас. Довольно. Не даю. Не даю. Самый простой вопрос. Не даю. Ну. Это. Доброе время. Там. Не дали. Не дали. Я. Анастасова. Если. Ты. Не даешь. Задавать вопрос. Дай. Мне. Подпиши. Протокол. Я. Скажу. Протокол. Протокол. Я. Скажу. Протокол. Что. И. Если. Эти. 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 Протокол. Я. Эти. 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 А пойдем снова в четвертую факту. Рекламент там остается как он? Рекламент как объект. Наследует. Наследует он в четвертом факту рекламент. Еще как наследуется. Еще как наследуется. Он иногда реализуется. В чем? Просто программным путем. Если я, например, организатор группы, и у меня кто-то под видом болтает, и кто-то болтает. Ну я самый другой. Я могу просто лечиться. Правильно? То есть рекламент, и эта вещь, люди придут или не пришли, ну, просто так оно и есть. Потому что есть рекламент наушники, то это будет говорение, и не будет результата наушники. Вот. Так что вот. И наоборот, то есть за многие деятельности, программы, то есть есть возможность еще это сделать программным путем. То есть вот, например, в Facebook сделано наушники. Что вот там группы, как сделать ее, как вот это, может ли это вот так, может ли он вычеркивать или еще группа. Или он одобряет, или он одобряет сначала, кто-то другой человек, как вы говорили, только тогда выкладывается. Или он сам, вы помните, такие носовые группы. Ну, и это самое другое. Но на самом деле он откроет от начала. Все это три-четыре года по сравнению со всеми человеками. То есть это вот мы должны знать, что вот это вот будет развиваться и наследоваться с такими новыми, приобретали свойствами, что мы даже сейчас не с вами не будем. Вот, допустим, самое... Их много социальных сетей было сделано. На их поле удачи, видимо, пошли. Там, где вот это вот сделано было так, как гармонично. Правильно? Вот, фейсбук, он не первый год, он буквально подадил. На их поле удачи все это сочетать. Вот что можно, это нельзя. Что вот так вот, что не так. Вот, этот супер-бир. В контакте сделали. Тоже это самое. Достаточно. Вот. Пять минут еще. А спинацию надо двигать. Вот. 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 Ну, наверное, никого не будет. Ну, и последнее, что он хотел сказать, что во всем этом я в следующий раз это начинал. Пять минут, ну, давай. Держась. Держась. Смотрите, да, вот, ребята, занимаемся. Что же они там слушают? Вот. С вашим числением. А? С вашим числением. А? С вашим числением. Как вы слышите? С вашим числением. Вот так. Ну, ладно. Ну, мы тоже тут занимаемся. Не так. Что-то просто. Правильно? Вот. Вот. Значит, давайте теперь... Как надо это сказать? Я хочу выйти на понятия на очень высокое понятие пунктов. Но не сразу. Мы об этом начнем в следующий раз. На понятия пунктов. На сегодня мы тогда в основном... В основном. На сегодня мы с этим вот уже и закончим. Следующий раз мы только иногда хорошие примеры будем вспоминать. Но вот все основные парадикулы я вам буду видеть. Да? То есть, сначала вот это вот пять... Пять универсалов. Слово. Дело. То есть, связь знака единота. Что сейчас вот в этой четвертой пунктове не всегда... Может быть, не всегда это обязательно и страшно. Но... Люди... Вот. Ну, вот еще все это, все это, что есть, да? Мы говорим. Сейчас происходит переход. Ну, а немножко я хотел бы поменять еще одну... Есть, например, группы текстов. Вот, например, жанры. Понятия. Казалось бы самое иммунитазное. Жанры. Это группы текстов. Схонные по своему отрекламы. Которые... Жанры, да? Жанры резюме. Правда? Схонные по своему... По своему... В общем, по своему отрекламы. Ничего страшного, что я ему не сказал. Ну, смотрите. Культура ничего не будет говорить. Да? Только в следующий раз. Да? В общем, хватит, да? Хотел я сказать. Культура... Все это восходит в чему? Вы сами понимаете. Культуру. Буквально пластовое. А я это начну в следующий раз. Там самое смешное, что... Что с гуманитарием я сталкивался. Один просто в интернете мне прислал свою книжку. Шесть главных. Я спрашиваю. А притекатность технологий. Где у тебя вот в этой всей книге определение что такое? Сам объект... Как в объектном виде. Он мне говорил. Можно смотреть введение и второй главу. Письмо электронное. Я говорю. Подожди. А сам ты не можешь мне что-то сказать? Там и культура, и историческая значимость. Все в общем. Какие там взаимодействия, виды. А что это такое? Вот нас не знаю. Вот иногда вот я на гуманитарием смотрю. Вот мы вот бластители, да? Ты не можешь молдать о том, что такое сила, да? Вот так. Бетон, в смысле. Ты не знаешь, о чем закон. Ты не можешь говорить, что такое дифференцированный интеграл. Не знаю. А там человек. И не только он пишет целое. К ним. У них это совершенно спокойно. Мы совершенно... И я этим занялся. И у меня были, конечно, и все были. Что такое культура. Вот. В следующий раз мы этим займемся. И я вам это расскажу. Значит, на сегодня благодарю вас за...